Друзья, хочу с вами поделиться своим опытом, каким образом можно нагреть воду в бане. Для нужд помыться, ну и для бытовых нужд. Знаю, что очень многие банщики, пользователи у которых есть в бане, ставят себе электрические водонагреватели. Они так нешуточно раскручивают счетчик, ну и расходы соответствующие. Можно греть воду от банной печи, если там есть соответствующий бак. Его закольцовывают с баком, который ставят, как правило, на чердаке. Получается такой косвенный нагрев. Ну и, соответственно, пользуются этой водой. Она часто не под давлением, просто самотеком льется в душ. Ну, в общем, там есть свои неудобства. Я раньше тоже так же грел воду. Мне даже удалось сделать, чтобы она была под давлением, соответственно. То есть, вода сверху идет на душ, а снизу подается холодная на нагрев. Но позже я сделал так, что у меня вот эта печка банная, она греет и парную, и отапливает помещение комнаты отдыха. Каким образом? На дымоходе стоят теплообменники. В них антифриз на основе теленгликоля, закрытая система. И антифриз, нагреваясь, гонится циркуляционным насосом в радиаторы, которые установлены как раз вот здесь, где мы отдыхаем и пьем чай. Таким образом, я на отоплении бани вообще ничего не трачу, кроме дров, которые, собственно, у меня в печке. А воду мы греем с помощью титана. Этому изобретению, думаю, лет 200. У меня даже еще сама топка советская, чугунная. Цена 50 рублей такой-то ГОСТ. Ее очень надолго хватит, я уверен. А вот сами колбы я периодически меняю. Первая проработала лет 10, с 3 по 13 год, примерно так. Потом внизу прогнила, начала подтекать. Я ее снял, располовинил и сделал поилки для кур. О моем курятнике тоже будет ссылочка в описании к этому ролику, как и о системе отопления бани. Но в данном случае про титан. Мы его греем где-то градусов за 90. Здесь 80 литров горячей воды. Комфортно помыться, ну, недолго, не так, чтобы стоять по 15 минут в душе. Комфортно помыться можно 5-6 человек, но при условии, что он топится. Когда первый заходит мыться, обязательно он должен топиться, чтобы подогревать воду. Сейчас у меня там уже угольки. Очень хорошо нагрелся, градусов, наверное, до 80. Но еще подтоплю. Хотя сегодня только 3 человека парятся, но тем не менее, хорошо, когда вода долго не кончается. Обычный прямой дымоход и шибер. Шибер мы держим полузакрытым всегда, для того, чтобы пламя такое пьяное было и меньше расход дров. А дрова это просто обресь. Какие-то старые деревья, чурочки. В общем, какие-то деревянные обрезки. Как правило, они ничего не стоят. Попилили там, нашли. И думаю, что 2-3 дерева вот таких стареньких на всю зиму может легко хватить. Очень, друзья мои, рекомендую. Он под давлением у меня. Из скважины идет давление. Гидроаккумулятор, да, делает это давление. Вот такой, как на системе отопления, только побольше, 150-литровый. Ну, соответственно, вот сюда вода заходит. И вот здесь сверху она выходит. И идет уже вместе с холодной водой на душ. Вот сейчас мы горячую воду включим. Она под хорошим давлением. Да, слишком горячая. Так что, друзья, вот таким образом тоже можно поступить. Очень хороший душ. И, как я уже сказал, практически ничего не стоит. Зажгли. 2-3 закладки. И все. У вас потрясающе. Классная горячая вода. В изобилии. На трех человек вообще за глаза. Ну, на 5-6 тоже хватит. Конечно же, если предупредить, что, ребята, подолгу не стоим. Вода ограничена. Вот так, друзья. Ну, этой колбой, вот сколько она уже работает? 9 лет. Ну, думаю, что еще пару лет и прогниет. Как-то. А может быть и нет. Полностью доволен. Также она очень хорошо продувается. То есть, вот есть слив. Он сейчас закрыт. Но когда зима, соответственно, мы ее набираем. Когда уходим из бани, открываем вот этот кран. И все сливается в канализацию. Она остается свободной. Ее нельзя размораживать. Сделать так, чтобы здесь был минус. И, соответственно, полностью ее опорожняем. И когда снова приходим, вода из скважины подается, мы ее заполняем. И топим. Летом 20-25 минут душ готов. Зимой, ну, где-то минут 40 точно. Вот таким образом, друзья, можно поступать. Где-нибудь в углу его поставить. И дымоход либо прямой, либо куда-то в стену вывести. Но не забыть обязательно про шибер. Спасибо за внимание. Надеюсь, надолго не отвлек. И натолкнул вас на какую-то умную мысль. Парьтесь в бане. Это полезно. За всем прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok